Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Виктор Александрович Шунин вместе с вами. И сейчас поговорим мы на очень интересную тему. Действительно, вот мы упоминали Великую Французскую революцию буквально несколько минут назад. И во время Французской революции ведь было уничтожено очень много памятников, которые много ассоциировались с королевской властью. И затем как-то вот прошло время и стали признавать, что немножечко погорячились, потому что действительно памятник памятнику Розине. Есть памятники, которые имеют художественное значение. Да и даже в принципе проходит время, и интересно взглянуть на какие-то приметы того времени, той эпохи, и специалисты, и историки, и искусствоведы начинают разбирать вот этот стиль, эти художественные направления, и, собственно, просто вот взять и стереть, как будто бы ластиком часть какой-то истории, насколько это правильно. Хотя, конечно, такие случаи бывают, и не только во Франции, и в других странах. Сейчас и в Латвии во многих самоуправлениях приступили к демонтажу, или обсуждается демонтаж. И, конечно же, первым в голову приходит памятник в Парке Победы в Пардаугове в Риге. В этот четверг власти Екопилса, Краевую Думу будут тоже решать, что делать с советскими памятниками. Ну, точнее, они решат их снести. Но вопрос остается, что делать дальше с обломками, пустить их в строительство, или есть какие-то другие варианты. Другие варианты есть у главы Союза художников, с которым мы сейчас и будем беседовать. Глава Союза художников Латвии Игорь Добычин с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, если я правильно понимаю, вы высказались в эфире Латвийского радио в том смысле, что есть вариант памятники, представляющие художественную ценность, ну, свести, складировать или любой другой глагол, какой угодно, но сохранить. Так ли это? Абсолютно да, правильно. Союз художников вышел с такой инициативой. Мы разослали всем самоуправлением письма с упоминанием, что в случае демонтажа памятника, чтобы пригласили нас, и если у них нет своих площадей, то есть краеведческих музеев или других мест, куда можно этот памятник перенести, то если у этого памятника есть художественная ценность, то мы готовы его принять в коллекцию нашего музея, Союза художников, тем более, что наша коллекция музея, как раз ее тема вторая половина 20 века. Так что в основном все эти памятники являются, как сказать, кругом нашего внимания. Ну, я думаю, что это, ну, с одной стороны, конечно, инициатива демократическая, ее, так сказать, поступательная деятельность, то есть мы от этого не вмешиваемся, но то, что памятники надо демонтировать, то есть памятник, как память, да, о каких-то событиях цивилизованно, соответственно, с правилами, имеющимися сейчас в обиходе, как реставрируют, как демонтируют, как переносят. Так что это было бы, шло бы речь о переносе, о переносе, цивилизованном переносе памятника с какого-то места в публичном пространстве на территорию музея, которая закрытая территория музея, где его можно будет потом осмотреть, изучать и так далее. Потому что все-таки, как бы ни было, это наши авторы, которые делали, и это наше производство, где они лились в бронзе, производились в граните, это делали наши мастера. И, как сказать, мы не можем и не должны, как сказать, сказать, что у нас нет прошлого, у нас есть противоречивое прошлое, мы в нём участвовали, да, но мы применяем, как сказать, лепили, моделировали или выставляли, то есть на каком-то художественном уровне, весть об этом должна сохраниться, и для искусствоведов, и для практик. — Можете, пожалуйста, привести примеры, на Ваш взгляд, наиболее ценных, именно с художественной точки зрения, вот этих памятников советской эпохи? — Ну, я думаю, тут надо уже как-то, у нас довольно широкий круг, потому что вот вторая половина XX века была очень богата в смысле памятника производства, и именно в публичной среде, не только на кладбищах. И я думаю, что здесь самый большой топ, топ-1 — это Саласпилс, вне всякой конкуренции, то есть памятник жертвам лагеря Саласпилс, который, я думаю, что это самое такое впечатлительное памятник, в смысле отображение гуманитарной катастрофы на территории Латвии. А потом, я думаю, что в топ-10 таких памятников, но там по разным уровням, это мемориальные памятники, то есть которые расположены на территории захоронений, есть памятники военного характера тоже в публичной среде, и есть памятники уже после 1985 года, когда художники старались не отождествлять памятники с какими-то военными событиями. Это наглядный пример — это Dino Counts, произведение Индулис Ранки. А из таких, конечно, мемориальных, то есть с захоронением памятника, это надо, я думаю, в первую очередь, это Валка, памятник Арты Думбе в Валке. Потом это Янис Карловс в Юрмале, такая мемориальная стена, это, как сказать, всеми... Ну, эксперты говорят, что это очень значительные такие. Из такого военного значения памятник, ну, с какой-то милитарной, военной символикой, и, конечно, памятник Стрелков. Это очень значительное произведение, которое находится в центре религии. Ну, так что здесь довольно много таких примеров, то есть разделяя по классификации, в каждой позиции есть памятник, у которого есть, как сказать, вне временные рамки его существования. То есть нельзя сказать, что этот памятник относится только к какой-то эпохе, а потом его можно смело забыть, у него больше нет этого художественного повествования. Так что все названные памятники имеют очень такое глубокое художественное повествование. А есть ли в Латвии памятники, которые создавались, скажем, не латвийскими, а мастерами из-за рубежа, и которые, ну, вот что делать, если такого рода есть памятники с ними? Ну, я не думаю, что здесь, ну, если, ну, надо смотреть, как сказать, глазами человека 21 века. Если в культурной среде города находится произведение искусства, у которого есть какое-то актуальное повествование, то к нему надо, как сказать, и относиться соответственно. У нас из новых памятников зарубежных есть только монумент, такое небольшое произведение около замка в Риге. Там, на набережной, ну, и потом это подарочные, как сказать, объекты, как памятник Пушкину, памятник Шевченко и так далее. Это произведение, да, но это, скорее, скульптура среды больше, чем памятники. Это такая парковая скульптура, парковые объекты. Скажите, а как так сложилось, что в Риге, в частности, и в Латвии в целом, довольно мало именно парковых скульптур? Как-то это вне латвийской культуры, культурной традиции, или есть какая-то другая причина? Ну, я думаю, что, ну, так сказать, именно здесь надо смотреть временные рамки и все-таки экономическую составляющую страны и самоуправления. Вот как раз в начале, где-то в середине 90-х, я думаю, что очень богатый город, в котором присутствует очень большой элемент парковой скульптуры, это Венспилс, где в конец 90-х, начало 2000-х, я думаю, что там больше 20 объектов парковой скульптуры, я думаю, что там грех жаловаться. А потом уже где-то в 10-е, 20-е, годы после нулевых. Самоуправление, я думаю, что очень богато тоже освоили. Это и Алуксная, там, сказать, там искуя, и это в основном фонтаны, это и Лепая улица, которая посвящена, ну, какому-то такому принятому гимну Лепая, о ветре, да, где расположено довольно много-то. Именно вот это и Кулдыга, то есть это такие памятники, ну, такие скульптуры среды, ну, как будто такая заигрывающая, где ты можешь подойти, сесть, погладить и тому подобное. Ну, в Риге, может быть, тоже она имеется в каком-то количестве, может быть, не так много. Ну, я думаю, что здесь надо смотреть и на все-таки такие, ну, может быть, такое временное, временные перемены, что все-таки среда компьютера, среда вот эта дигитальная, она в большой мере влилась в жизнь граждан и, в общем-то, забирает очень большое внимание что жизненно происходит в дигитальном пространстве. И в связи с этим публичное пространство, может быть, уже в какой-то мере отходит на второй план. А скажите, вот такая традиция увековечивать, не знаю, политиков, каких-то политических лидеров, это скорее примета тоталитарных режимов, то есть чем современного времени. То есть сейчас вот в современной больше скульптура среды преобладает, чем такие вот, ну, большие, не знаю, комплексы мемориальные. Ну, скорее всего, да. Но это и демократия, где много мнений, очень большой расклад, всяких разных противоречивых мнений, отношений. То есть мы видим уже по... во времена уже больше 30 лет существования государства проходили такие... То есть это был конкурс памятника Мейеровицу в какой-то мере ЧАКС-то. Ну, где-то были такие зачатки, но они как-то пропадали именно вот в дискуссиях. Очень-то... Мейерсо удалось установить. Да, ну, удалось, что-то удалось, но в основном больше проходят памятники среды, у которых меньше таких... Меньше идеологий, да? Да, да. Ну, хотя бы предметы для дискуссий. Потому что, ну, там идеология, конечно, это... Хотя идеология для государства это очень важная вещь, и ее, как сказать, это одна из атрибутов государства. Скажите, ну, вот таким образом получается, что сохранение этих памятников, это тоже говорит о культуре государства в том числе, то есть умение сохранять свою историю, не вычеркивать какие-то противоречивые страницы. Определенно, определенно, конечно. Ну, конечно, и о интеллигентности государства, с одной стороны, и с другой стороны, конечно, материальных ресурсов, потому что, ну, каждая такая, перенос, демонтаж памяти требует подготовленных специалистов, которые уже имеют опыт работы с большими, то есть многомерными фигурами, скульптурами или объектами, которые у нас просто, ну, на данный момент, как сказать, довольно слабо с этим. Огромное спасибо. Мы говорим главе Союза художников Латвии Игорю Добычину. Мы обсудили вот этот основной посыл, что Союз художников готов забрать на хранение демонтированные советские памятники. Большое спасибо за уделенное нам время. Хорошего дня. Спасибо большое. Да, у нас с Олегом опять небольшая пауза, и скоро мы вернемся с новым гостем. Новый гость, эксперт стиля и этикета из Франции будет с нами на прямой связи. Радио Болтком